приветствую друзья сегодня это видео назову вот я лошара тут вот прям сейчас из спортзала шел и встретился с человеком которого давно не видел и которым могу как бы доверять его информативности да и доверять ему могу еще разговаривали с ними сто лет не весь ним сто лет не виделись вот и я когда-то уже это видео публиковал сейчас уже не вспомню может быть года полтора назад не это видео но похоже вот она называется как налоговая планирует прижать пол страны и вот сейчас знаете как у меня преподаватель в школе милиции по философии говорил что информация считается достоверной если она получена нет минимум и минимум из двух независимых источников то есть минимум из двух независимых то есть если два или три зависимых на ее нельзя считать достоверной если да ну понимаете да то есть минимум то есть это не гарантирует что она достоверная но просто я ее оценил по своему внутреннему убеждению и считаю что да я лошара знаете почему ну я не несколько лет уже самозанятым оформлен вот плачу официально все налоги то есть я понимаю что да самозанятому не обязательно платить пи в пенсионный фонд фонд социального страхования и так далее поплачу свои четыре процента государству вот и живу спокойно то есть когда-то еще до коронавируса да я оформился потому что все шла 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 информация что налогово будет прижимать потом вот из-за коронавируса налогово никого так и не прижала поэтому два года можно было не оформляться но по идее кто получал черный доход на карточке да ну я вот все-таки решил оформиться мог бы и сняться но решил все выйти в белую да думаю ну как бы четыре процента ладно там заработал допустим я сто тысяч рублей в месяц вот ну четыре тысячи отдать государству при таком хорошем доходе ну неплохо согласитесь вот и соответственно если 50 тысяч заработал в месяц соответственно ну я 50 тысяч не могу себе вместе позволить заработать мне надо пахать и пахать потому что у меня вот квартира с коммуналкой там 33 35 обходится вот еще не хочу чтобы жена работала и ребенок еще и так далее то есть но надо пахать вот то есть минимум 100 тысяч месяц надо зарабатывать и смотрите но оформил самозанятым что все по-честному было плачу налоги да вот вы знаете на карточку вот кто у меня консультируется скидывает меня на карточку 500 рублей за консультацию и мне тут же прилетает из налоговой прямо официальный чек официальный 20 рублей за одну четыре процента налога 20 рублей вот и с этим человеком я поговорил он мне сказал ну вот вы самозанятые лошары вы были типа в черном никто вас не собирался пока прессовать потому что ну у тех кто меньше двухсот тысяч в месяц зарабатывать никто не собирается прессовать то есть собирались прессовать именно тех блогеров да много же популярных блогеров там инстаграм и всякие тик токи где люди зарабатывают именно даже от ютуба до больше двухсот тысяч месяц и говорит нацелено все было это на них ну и косвенно заодно и вас зацепили то есть эта борьба в основном пока идет с ними ну и косвенно грамотные люди решили вас зацепить то есть он говорит лет пять-семь максимум 10 вас трогать не будут вы живите со своими четырьмя процентами дай бог если бы 10 лет а то может быть три года может пять вот а потом вами уже сейчас прижмут всех кто зарабатывает свыше двухсот тысяч в месяц в черную и потом жестко займутся уже с теми кто свыше ста тысяч в месяц зарабатывает и так далее то есть самое интересное просто те кто такие как я те кто вылез в официальный белый бизнес те засветились и он говорит потом потом очень просто вас будет вычислять движение по карточкам до в банке сейчас налоговые имеют право отслеживать движение по карточкам покупки автомобилей там покупки недвижимости и так далее и сразу еще горит в догонку я вам гарантирую в течение 10 лет примут какой-нибудь такой закон который позволяет налоговое выборочно граждан заставлять то есть понятное дело как нить придумают он говорит что высоких чиновников трогать не будут или там амнистию какой-нибудь объявят вот вот а тем те кто поменьше тема закон такой типа купил ты себе там у тебя нет никаких доходов допустим вот то есть а ну ты был самозанятым допустим вот хитрый самый самозанятый да ему повышает вам повышает просто процент до уровня до 6 процентов например налоги или до 8 и обязывают еще там какой-то процент платить пенсионный фонд фонд социального страхования фонд медицинского пусть пусть не такой большой как оошек да и как у самой как и п но тем не менее а все равно повышает ну то есть вы платите и отдаете вот я со 100 тысяч допустим 4000 дает он будет 12000 отдавать вот будете 12 и самые хитрые попробуют скрыть ну самые обычные люди да ну так и будут платить никуда нет все увеличится доход до в бюджет а самый хитрый попробует скрыться и сразу сразу будет видно да про простейший программ будет анализировать алгоритм и людей кто был самозанятым будут смотреть чуть у вас упали доходы и тут же простейший программа смотрит по базе гибдд есть ли машины и или появятся ли машины по поэтому по росреестру недвижимость какая-нибудь там еще может быть ну какие сейчас вот в голову пока ничего не приходит да ну мне конечно можно там где-то государственная инспекция маломерных судов там лодки и яхты но мы сейчас не берем вот да да банально даже руру этот оружие до регистрируется точно много что регистрирует подлежит обязательно государственной регистрации и будет регистрироваться вот и еще и ведут какой закончик который должен будет а может быть даже именно самозанятых обязать обосновать откуда деньги на какую дорогую покупать дело за ружье там и так далее но если человек купил себе там автомобиль какой-нибудь дорогой то давай-ка будь любезен докажи ну вот такой лохотрон а с другой стороны я просто почему люблю иногда высказать свое мнение почитать ваше мнение с другой стороны а что мне делать вот я я же знать не знает я потихонечку тоже нарабатываю информацию встречая старых знакомых получая информацию ищу ее в интернете вам ее выдаю а что мне еще делать то есть если ну вот я так работаю что через в основном да все во первых мне надо обязательно обязательно в половине дел надо предоставлять человеку суд ну чтобы человек вот не заплатил деньги и надо в суде компенсировать эти расходы юридические надо суду доказывать их вот то есть но это надо по-нормальному делать иначе там либо вообще не взыскивать либо копейки взыскивают вот и надо еще не нести ответственность ну куда куда деваться такая вот ну грамотная хитрая ловушка аккуратненько называется да система чик 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 подгоняет я тут какая же сегодня прям информация была которая подумал надо рассказать что-то а люди массово начинают возмущаться что все документы становятся электронными и ну боятся что произойдет какой-нибудь там ну банального значения да я попрос помню мы на уроках у боже уже в школе изучали да да и на уроках тактики специальной подготовки в школе милиции изучали последствия ядерного взрыва да ну то есть самая популярная конечно же это ударная волна да вот но ураганный ветер грубо говоря радиация там дальше там вспышка да слепящая но одно из последствий это электромагнитное излучение которое убивает всю электронику в определенного радиусе то есть но каким-то вот представьте каким-то чудом вот каким-то бомбу придумают такую или что-то и электроника я знаю да там вот эти все как забыл блокчейны там и так далее но тем не менее вот представьте ну на секундочку все компьютеры на земле вот каким-то образом сбросится просто сейчас в электронном виде собирается делать вот сейчас единственное кстати задумайтесь задумайтесь может быть и стоит выразить свой протест задумайтесь над этим может быть стоит выразить то есть чтобы да я не прочь мне удобно что вот я везде могу телефоном расплатиться мне удобно если телефон будет у меня вместо паспорта мне удобно если телефон будет у меня вместо ннн вместо снился, везде его можно будет показывать или не телефон, или одна какая-то пластиковая карточка защищенная, которую я могу носить везде, там будет все и водительское удостоверение, документ на машину и все вот, но тут такие проблемы то есть я честно признаюсь, мне удобно и электронные деньги мне удобно, но с другой стороны, с другой стороны, всегда же надо уметь подумать с двух сторон, как минимум а лучше с десяти сторон но с десяти это уже сложнее с другой стороны, это удобство чем компенсируется? В любой момент то есть, а вот, да я вспомнил, как обычно, да давайте поругайте меня за то, что у меня мысль мелькает но зато, зато я просто очень много анализирую, очень много хочется подумать, очень много размышляю, очень много я в машине езжу у меня магнитола всегда выключена у меня жена всегда в шоке, то есть магнитола всегда выключена, то есть я два часа в пробке стою, мне не надо музыку слушать, ничего мне не надо слушать я новость какой-нибудь раз там в телефоне в пробке почитал и думаю ее И вот я услышал, что, а, хотят вроде как создать интернет независимый свой в России, да И говорят, то есть там были позиции разные, кто-то говорит нужен, кто-то не нужен Но сторонники этого интернета говорят, а вдруг нам в любой момент там Google или YouTube там отрубит все, что только можно, весь интернет Нам нужен независимый интернет и там провести свои все движения, да, все движения, чтобы только в России То есть, чтобы никто из-за границы не мог нам навредить, вот так вот, закрытый внутренний российский интернет А я сижу такой, думаю, ну, зашибись Конечно же, Владимир Владимирович Путин, наш суперлидер, вот, и никогда никому плохого не сделает И под его влиянием никогда никаких плохих законов не примется И Дума нам никогда государство не навредит, и вообще все чиновники у нас работают идеально, вот Но если будет закрытый российский интернет и захочется стереть чью-либо личность какого-нибудь человека Который не угоден, например, я стану со временем неугоден, я подумал И захочет какой-нибудь... Я понимаю, что в Думе 450 порядочных депутатов Абсолютно кристально чистых и порядочных у нас, даже сомнений нет Вот, и плюс еще правительство, плюс еще судебная система, плюс еще верховный главнокомандующий Вот, и так далее Идеальные, кристально чистые люди Но может же там попасться какой-нибудь нехороший человек Он возьмет кнопку, нажмет, а я его враг Он возьмет кнопку, нажмет, сотрет мою личность Каким-либо образом То есть, ну, может быть, подумайте Моя позиция такая Каждый гражданин, пусть за свой счет Пусть это будет чуть-чуть дороговато Но имеет право получить любой электронный документ В печатном виде, в бланке, с защищенном уровня Ну, хотя бы пятитысячной купюры Там, с печатью, с подписью там руководителей И так далее То есть, пусть это будет трудовая книжка То есть, все, вы ввели электронную трудовую книжку Но в старой имеет право получить запись Или сделать трудовую книжку там Ну, в виде обычного листа там Чтобы просто все были записи То есть, вот как было раньше Свидетельство о государственной регистрации права на квартиру Красивое, с бланком там, со всеми защитами Сейчас уже такого нет Сейчас выписка из ИГРН Обычная бумажка с печатью И, то есть, я не сомневаюсь, да Я говорю, все эти технологии блокчейна, понятно, да Защищает Но я не сомневаюсь, что и антитехнологии То есть, на каждую технологию Как там Болт с винтом, да И жопа с лабиринтом Вот Ну, я не буду сейчас матом ругаться На каждую технологию находится антитехнология На каждую антитехнологию находится новая технология Вот И раньше никто Nokia 3310, да Помните ее Никто и взломать не мог Вот И не было такой возможности А сейчас телефоны взламывают абсолютно без проблем По-моему, я даже рассказывал историю такую Знакомая у меня Один знакомый Жаловался Ну Он Так уж, извините, да Ладно, не буду Ну, так, попробую мягко рассказать Включил себе Эротику На телефоне Или на ноутбуке И Кое-что сделал, да Вот А потом Ему присылают Эротику На имейл И говорят Давай нам денежку И он Ну, как бы Сторговался, конечно, немножко Но денежку заплатил Вот То есть Кто бы мог подумать Да, что телефоны будут взламывать Еще недавно Кто бы мог подумать Сейчас вот У меня один знакомый есть Я даже спорить с ним не стал То есть Он говорит Я говорю Ну, так просто Сказал, что Даже не я сказал В общем, в чате сказали Что Выборы фальсифицированы Да Вот А Он прям говорит Нет, выборы не могли быть фальсифицированы Там блокчейн И Я такой сижу Вот такой вот Мем такой какой-то есть Вот такой вот Вот даже писать ничего не стал Потому что я к нему нормально отношусь Хороший человек Вообще Просто я его уважаю Нормально отношусь Это его мнение Ну и я его разве смогу разубедить Вот Ну, кто считает Что выборы не были сфальсифицированы Я же не говорю Я сейчас не спорю За кого голосовали Вы могли за кого голосовать Угодно на выборах Это ваше право Но То, что выборы сфальсифицированы Я Мое личное мнение Так и есть Вот Ну, какое ваше мнение Можете в комментариях там написать Вот И Опять я мысль потерял А, мысль такая Что Не факт Что наши данные персональные Просто не смогут Нажатием кнопочки уничтожить Пусть там всякий блокчейн Фигчейн Сексчейн Че угодно чейн Придумывают Но не факт Что вот так вот Нажатием кнопочки Не смогут Их уничтожить Если будет Суверенный Независимый Российский интернет Вот Такая вот Сегодняшняя история Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...